Привет всем Лисообразным! С вами Анифокс! Да, понимаем, что не слабо так опоздали, но вы помните, какие у нас заминочки с видеомонтажером. Да, мы всё ещё его не нашли, так что если хочешь предложить нам свои услуги, мы только за. Но вернёмся к топу. Сегодня мы вам расскажем о всех предстоящих аниме, как о продолжениях, так и о совершенно новых тайтлах. Ещё и в конце самых терпеливых Лися ждёт бонус, так что досмотри до конца, будет интересно. Однако перед началом напомним, что у нас есть Бусти и Патреон, где вы можете найти эксклюзивные видеоролики, которых нет на Ютубе. Кроме того, не забывай, что лайк с подпиской это тоже подгон вполне годный. Так ты покажешь, что мы стараемся не просто так, а мы в свою очередь постараемся создавать ту годноту, которая тебе точно западёт в душу. Заранее благодарим. Не будем тянуть лису за хвост и погнали. Десятое место. Рагна Багровый. В мире, где люди борются со свирепыми драконами, живёт охотник на драконов Рагна. Он слабый, но очень предан своей подруге. Есть ещё Леоника, подруга Рагны. И по совместительству самый лучший охотник на драконов. Однажды Рагна увидел будущее, где его подругу убили. И это будущее показал ему он же из будущего. Позже на город, где они находились, напали драконы. И чтобы спасти Леонику, наш ГГ просит отдать всю силу себя из будущего себе. Ээээ, стоп, что? Ну, в общем, он получил силу и спас подругу. Но это только начало долгого пути. Вы, наверное, заметили, что манга слегка шизанутая. И это просто офигенно. И вот яркий ещё пример. Знаете, почему драконы напали на город? Любимую кондитерскую бога драконов разграбили. Тройной Агам. В общем, также ждём аниме-адаптацию. А выйдет она 30 сентября. Девятое место. Это низкоквалифицированный ниндзя. После окончания Второй мировой войны в Японии было создано агентство, деятельность которого направлена на борьбу с терроризмом. Сначала они действовали в Тихоокеанском регионе. Ну, а затем они распространились по всему миру. А вот участниками организации стали... Ниндзя. Двойной ага. Одним из них стал Куда, 17-летний старшеклассник, ниндзя на полставки. Манга просто вау. От странновато реалистичной рисовки до смешного и повседневного сюжета с нотками экшн-детектива. Естественно, и это аниме ждём. Да ещё от автора манги Я легенда, и может быть её потом адаптируют. А история про ниндзя в виде аниме начнётся 5 октября. Восьмое место. Ронка Монахаши. Невменяемый детектив. Это история про гениального сыщика Рона Комонахаши. Но из-за того, что каждого преступника он бесконтрольно убивал, Рон замкнулся в себе и решил полностью погрузиться в депрессию. Но в один момент детектив полиции Татамару Ишики, который во всём противоположен ГГ, к удивлению смог выпустить Рона из пучины грусти. И теперь они дуэт ума и, наверное, силы. Манга является неплохим детективом, который можно прочитать. Ну или посмотреть уже 2 октября. Седьмое место. Нежити не повезло. История рассказывает нам о девушке, у которой неудача – это способность. Ну да, говорят, что люди в реальности не обладают способностями. Также есть чел, у которого способность – это бессмертие. Ну, то есть сложили 2 плюс 2, да? Ну вот теперь наш Трупак и будет защищать героиню, пока сам не сдохнет от её способности. Да, офигенная завязка. Манга крутецкая. Хороший, слегка фансервисный юмор. Интересные бои и способности. А что нам в трейлерах показали, так вообще кайф. Адаптацию обязательно ждём. А выйдет она 6 октября. Манга повествует о служанке Мао-Мао во времена древней Японской империи. Героиня хоть и не подходит по стандартам красоты на жену императора, но её знание и опыт в травах и ягодах помогает ей попасть в императорский двор, где происходят странные и, пожалуй, загадочные события. Теперь нашей героине предстоит всё это разгадать. Манга неплохая, хороший юмор, интересные факты, которые могут заинтересовать читателя. Но чего-то глубокого ожидать не стоит, ведь это просто приятная история с нотками детектива. Кому интересно, аниме выйдет 22 октября. Пятое место. Провожающая в последний путь Фрирен. История рассказывает о конце истории. Ага. Ну а точнее, после того, как группа героев одержала победу над злом. Теперь же они начинают свою размеренную и спокойную жизнь. И пока все герои стареют, лишь одна эльфийка Фрирен, которая была в их команде, живёт так же, как и раньше. Ну и, конечно же, изучает мир. Постепенно история добавляет больше сюжетных углов. И поднимает философские вопросы о жизни и старости, о воспоминаниях и о самой памяти в целом. Манга люто атмосферная. Здесь нет никаких сюжетных поворотов, которые делают историю более жёсткой. Нет, это спокойная и слегка грустная история, которую всё-таки просто офигенно читать. По трейлеру аниме видно, что особая атмосферность, наверное, не пропадает. И это прекрасно. Аниме также с нетерпением ждём уже 29 сентября. Четвёртое место. Такийские Мстители, Поднебесье. Наш ГГ Токимичи Ака Груша видит смерть своей любви детства по телевизору. Но ему, в принципе, по боку. А потом его сбивает поезд. Так бы всё и закончилось. Но теперь он может перемещаться по двум временным линиям. В школьное прошлое и в настоящее. Отныне наша группа будет постепенно развязывать этот клубок из смертей, временных линий и одного самолётика. Шутку поймут только те, кто дочитал мангу. Аниме офигенное. О стойкости груши можно только позавидовать. Третий сезон, где будет битва с группой Поднебесье, ако-турецкие кальянщики, выйдет в октябре без точной даты. Так что ждём. Третье место. Королевство Руин. История рассказывает о мире, где есть люди и ведьмы. И здесь угадайте, кто же кого хочет убить. И вот есть ученик ведьмы по совместительству ГГ, который признаётся ей в любви. И естественно, по всем заветам Фудзимота её сразу убивают. Чела запирает в особую тюрьму. И через 10 лет он освобождается и готов делать настоящий геноцид. Манга очень жёсткая. И видно сильное вдохновение с тем же Фудзимота. В общем, определённо ждём аниме, которое выйдет 6 октября. Второе место. Семья Шпионов 2. Много разглагольствовать не будем, потому что все уже знают о семье Шпионов. Но всё же для некоторых, кто не в теме, расскажем. Для выполнения чрезвычайно важной миссии, секретный агент должен завести поддельную семью. Но он даже не подозревает, что его фиктивная жена является наёмным убийцей. А удочрённая маленькая девочка – это телепат, которая хочет, чтобы приёмные родители, несмотря ни на что, действительно были вместе. Второй сезон выйдет 1 октября. Первое место. Доктор Стоу Новый мир. Часть 2. На земле началась вспышка, которая окутала всех в каменную оболочку. Прошло много времени. И из каменной тюрьмы выбирается главный герой Сенку и Шигами. Но и тут пошло-поехало. Теперь ГГ хочет вернуть тот же технологический мир, что был и раньше. И будет это приключение весьма ржачным. Аниме обязательно к просмотру хотя бы для того, чтобы стать немного умным. Ведь в тайтле много разных научных терминов и типа того. В общем, категорически советуем к просмотру. Вторая часть третьего сезона выйдет в октябре без точной даты. И, как обещали, настоящий бонус для настоящих лисят. Аниме, не вошедшее в топ, которое тоже заслуживает внимания. Итак, погнали. История знакомства опытной тебя и неопытного меня. Выход планируется в октябре без точной даты. Далёкий паладин 2. Выход продолжения также без точной даты в октябре. Мои девушки 2. А тут точная дата есть. И выйдет продолжение 6 октября. Смертельная игра Мёртвой горы. Часть 2. Опять без точной даты, но точно в октябре. 7 смертных грехов. 4 всадника апокалипсиса. А вот продолжение этого тайтла, к счастью, имеет дату. Выход 8 октября. Невеста Чародия 2. Часть 2. И тут есть точная дата. 5 октября. 100 девушек, которые очень-очень-очень-очень сильно любят тебя. Любят. Ну и название. Релиз также 8 октября. Эмфипризрак. Релиз будет неизвестно когда, но точно в октябре 23 года. Ненасытный Берсерк. Релиз намечен на октябрь. Но точное число неизвестно. Заботы запертой принцессы-вампиров. Аниме стартует 7 октября. Телепат звездной пыли. По слухам, аниме выйдет 9 октября. Ханака призрак с внеклассными историями. Выход запланирован на 12 октября. Парадокс в прямом эфире. Аниме выйдет в октябре. Магия вернувшегося должна быть особенной. Опять октябрь без точной даты. Избрание божества. Выход состоится 4 октября. Не ешь сырую свинину. Выйдет осенью. Наш дождливый протокол стартует аниме в октябре. А также выходят полнометражные аниме. Этот глупый свинь не понимает мечту девушки с рюкзаком. Выход фильма состоится примерно 1 декабря. Семья шпиона, кот белый. Выйдет фильм, конечно, поздновато. 22 декабря. Моя реинкарнация в атоме игре в качестве главной злодейки. Фильм также поздновато. 8 декабря. Девушки и танки. Финал. Часть четвертая. Четвертая часть финала. Мда. В общем, четверной финал. Ага. Выйдет 6 октября. Призрак в доспехах. Синдром одиночки 2045. Фильм. Выход состоится примерно 23 ноября. И напоследок сделаем топ-3 самых ожидаемых аниме из сегодняшнего списка. Ну, конечно, кроме продолжений. А то будет скучно. Третье место. Нежити не повезло. Второе место. Низкоквалифицированный ниндзя. И первое место. Провожающая в последний путь фрирен. Ну, на этом все, ребята. Не будем тянуть лисенка за... Хвост. Напишите, как вам видос. Что из этого ждете или, возможно, ненавидите всей душой? Будем обсуждать и анализировать ваши ответы. Кстати, они влияют и на то, какие видосы дальше будут выходить. Ну, а теперь пора заканчивать. Всем приятной учебы, кто учится, и легкой работы, кто работает. А кто не учится и не работает, продолжайте в том же духе. Правильная дорога идете, товарищи. Всем пока.